Основной посыл отчета – делаем все, на что хватает возможностей. Это касается и переселения из ветхого жилья, и предоставления квартир детям-сиротам. Тут, кстати, мы в лидерах по региону. Хорошими темпами идет строительство недвижимости. Притом застройщиков хотят сориентировать и на отдаленные городские микрорайоны. Лимин – это страшная красная зона из-за лиминского зона, и там строительство практически невозможно. На данный момент ситуация поменялась? Да. У нас сейчас в июле будет новый генплан, в котором очень многие вот эти санитарно-защитные зоны будут сняты. И там ведь идет речь о чем, что там уже, где есть жилая застройка, получается, сносятся старые дома, в новые переселяются жители из тех старых, а остальное – на коммерческой продаже. В прошлом году в Котласе были снесены 23 аварийные деревяшки. В этом году работа будет продолжена. Совсем скоро начнется строительство двух социальных домов для переселенцев в Южном микрорайоне. Там же готовится сдача новой школы на 860 мест. Первоначальную эксплуатацию должна была школа сдана 31 декабря 2021 года, вы это знаете, но в прошлом году федеральное финансирование полностью отсутствовало в этой программе. С января 2022 года финансирование у нас открыто. Сегодня мы в максимально напряженном темпе проводим работы по завершению строительно-монтажных работ. 1 сентября мы откроем эту школу. Следующий пункт отчета – ремонт дорог и их строительство. В этом году начались работы по улице Ушинского, но окончание их мы увидим еще не скоро. Пока происходит корректировка устаревшего проекта и перенос под землю различных коммуникаций. Если говорить о других крупных участках, то новый асфальт уже появился на улице Кедрово на очереди 70 лет октября. Остальные ремонты не так заметны. На что остались деньги в дорожном фонде? Он, кстати, в следующем году может существенно увеличиться. По инициативе губернатора в следующем году объемы дорожных фондов муниципальных образований будут увеличены вдвое. Я хочу вас попросить, чтобы перед тем, как мы будем формировать бюджет на следующий год, по своим округам посмотрите самые острые участки, которые нам нужно учесть. Дорожную тему продолжили депутаты, в очередной раз озвучив проблему транспортного сообщения. Тут и нестабильность в Ичигодской восьмерке и недоступность Антонова, куда перевозчики не хотят ездить ни за 30 рублей за билет, ни за 5 миллионов привлеченной субсидии. Мы привлекли 5 миллионов рублей из области, объявили аукцион, на аукцион никто не заявился. Сейчас снова объявлен аукцион. К сожалению, даже за деньги не хотят возить, потому что выдачный рейс. Но вот сейчас у нас, в принципе, находим интересантов, и я рассчитываю, что с 20 июля мы запустим. Проблемы других отдаленных микрорайонов также озвучивались и главой, и депутатами. Притом решение их далеко не быстрое. И здесь, опять же, отсылка на недостаток средств, чтобы сделать все и сразу. Мы должны откуда-то отрезать, куда-то добавить. Вот давайте при подготовке бюджета как раз активно включайтесь и будем решать. Я вам говорю реальные вещи, почему мы сейчас начинаем показ дорожной карты. Чтобы мы повышали планово, системно в каждом микрорайоне комфортность проживания. Определенные шаги в этом плане делаются. Так, в этом году должны начаться работы по проведению газопровода в микрорайон ДОК к участкам, выделяемым многодетным семьям. С тем, чтобы в следующем году можно было уже подводить и по программе ДОК-этификации, и по их программе как раз на жилые дома. Не обошлось в отчете главы и без темы поддержки молодежи и спорта. Так, молодежный центр, который совсем недавно занял два этажа в здании Новолодарского, скоро может распоряжаться им полностью. Ведется работа по приобретению первого и цокольного этажа. Котловская спортивная школа стала детским футбольным центром, единственным в регионе. Две наши команды играют в юношеской футбольной лиге. Не забываются и другие виды. Многие города сегодня не тянут такие вещи, они уходят как бы на мононаправление. Мы поддерживаем все виды. В этом году по итогам Беломорских игр первое место Котлоса. В итоге отчет главы был принят большинством депутатов. 14 голосов за, один против и один воздержался.